Всем привет! Поговорим сегодня о настройках рабочего стола. Просто многие на это внимание не обращают. Я могу просто показать пару таких полезных моментов. Первое. Например, правой кнопкой в любом месте рабочего стола изменить фон рабочего стола. И можно поменять фон рабочего стола на любой, который вам нравится. Ради бога. Взяли. Вот вам, пожалуйста, рабочий стол. Не нравятся коночки? Пожалуйста, зашли в конки менеджер. Сняли галочку. Коночек больше нет. Не нравятся значки на рабочем столе? Пошли в менюшку. Открыли параметры системы. Здесь, значит, пошли на рабочий стол. И поснимали все вот эти галочки. Всё. И даже показывать значки на рабочем столе. Вот. Убрали. Всё. На рабочем столе абсолютно нет ничего. Всё чистенько. Дальше. Сама панелька. Ради бога. На стройке панели. Стоит всегда показывать. Автоматически скрывать. Всё. Навели. Панелька появилась. Убрали. Панелька исчезла. То же самое с каэродоком. Значит. Вот каэродок. На стройке. Прятать панель, если она перекроет любое окно. Если я же, значит, сделаю, допустим, держать панель скрытой, то и панелька, значит, практически убежит с рабочего стола. И вот практически у вас получается абсолютно, как говорится, чистый рабочий стол. Навели мышку кверху. Появилась всплывающая верхняя панель. Можно даже сделать там слайд-шоу на ней. Очень бывают порой красивые такие слайды с прекрасными видами. Там архитектура, там животные и так далее. Навели курсор вниз, пожалуйста, виден каэродок. Вот таким образом. Тот же каэродок можно сделать вот таким вот образом. В настройках. Мы можем сделать его не снизу, допустим, а, например, справа. И держать его, допустим, не скрытым. А, например, открытым. Применить. Вот он, пожалуйста, появляется у нас справа. Если не нравится справа, да ради бога, значит, можем сделать его слева. Применить. Все то же самое. Вот, пожалуйста, каэродок. Если, значит, нравится снизу, значит, ставите снизу, нажимаете применить. И у вас каэродок появляется снизу. То есть, вот управление элементами рабочего стола довольно-таки полезная штучка, потому что позволяет пользователям настроить рабочий стол именно так, как пользователю нравится. Вот я обратно привожу все, как говорится, в исходное состояние. Значит, здесь вот сейчас еще мы элементы рабочего стола. Вот. Значки покажем. Компьютер, домашнюю папку, корзину подключенную. Можем даже сеть показать, но, в принципе, сеть я так никогда не показываю. Вот таким вот образом. То есть, вариантов таких вот, чтобы настроить все по своему вкусу, по своему желанию и так далее, у пользователей очень много. И каждый может выбрать тот вариант, который ему больше всего нравится и больше всего его устраивает. Так что, вот, желаю вам поупражняться с этими элементами и подобрать для себя то, что вам нравится. Всяческих вам желаю успехов, удачи и до новых встреч.